Путь к работе мечты Далее свидетельствуют о том, что большинство безработных смогли найти себе подходящее место работы, получили необходимую консультацию, теперь просто не нуждаются в поддержке. У них получилось найти свой путь. Говорят об этом и цифры, ведь на сегодняшний день менее 5% людей продолжают поиски работы, тогда как в прошлом и позапрошлом годах их было 15%. Если смотреть все-таки цифры, тогда видно, что 14 тысяч есть такие люди, которые не работали больше года. Не работали, и вот для этого надо все-таки думать, как найти это пособие, чтобы эти люди найдут свой путь. Но что мы можем делать? Можем дать профессиональное обучение, можно дать языковое обучение, чтобы это очень важно, чтобы люди знают язык. Люди встретили некоторые представители, предлагающие работу фирм, бюро труда и департаменты предпринимательства. Специалисты дали консультацию по вопросам обязательного права, профессионального обучения и переобучения, и все это на двух языках, русском и эстонском. Участники семинара признаются, что полученная информация безусловно полезна, но отнюдь не это играет решающую роль в получении заветного рабочего места. С одной стороны, может и предложений больше появилось, но, к сожалению, везде нужны языки. Везде нужны языки, и вот у меня высшее образование, я бухгалтер, и вроде предложения есть, но русский, эстонский, английский, желательно финский. И вот в моем возрасте уже тяжело мне дается изучение языка, поэтому мне трудно найти работу. Я думаю, если у тебя внутри, как бы, если год сидишь уже без работы, внутри как бы такой депрессняк уже начинается, наверное, и поэтому, когда ты... Мне что понравилось, что этот человек, который вел вот этот, как он, зав. отдел, он пилот указ, он достаточно энергичный, деловой человек, как бы он такую свою энергию придает. Мне это понравилось. На прошедшем семинаре упор делался на жителей столицы, в первую очередь. Однако специалисты никому не отказали в помощи или консультации. И, возможно, сегодняшний день станет для кого-то решающим, и он сможет, наконец-то, ответить на вопросы, преодолеть стресс и найти свой путь. Правда, была еще одна точка зрения, связанная с тем, что немало людей просто безнадежно махнули рукой и не верят в то, что работу найти можно. И все это самая опасная категория безработных. Ведь исследования показали, что после года безработицы человек просто отвыкает от хождения на работу и трудовых обязанностей. Поэтому на семинаре обращались и к таким людям, и к членам их семей. Не смотрите молча, как человек деградирует. Ищите, старайтесь, посещайте курсы для безработных. Соглашайтесь на любую работу на первое время. Даже не отказывайтесь от так называемых разовых хаутур. Год без работы – это критический срок. Постарайтесь предупредить депрессию и нежелание что-либо предпринять. Екатерина Плехова, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Спасибо. 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 Спасибо.